Индексы США выросли до рекордных максимумов в пятницу на фоне ожиданий принятия закона проекта о налоговой реформе в США. Ожидание снижения корпоративного налога спровоцировало рост акций до рекордных уровней в этом году. На открытии торговой сессии в пятницу индекс S&P 500 вырос на 18,5%. В пятницу значение индекса NASDAQ увеличилось до 6936,58. По итогам торговой недели индекс высокотехнологичных компаний вырос на 1,4%. Промышленный индекс Dow Jones поднялся до рекордной отметки 24 651,74. За неделю индекс голубых фишек прибавил 1,3%. Индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума на отметке 2675,81. При этом наибольший рост как минимум на 1% показали акции компаний, специализирующихся на финансовой сфере, производстве основных товаров, здравоохранении и индустрии высоких технологий. За неделю индекс вырос на 0,9%. Некоторые аналитики отмечают, что экономическая ситуация в стране остается благоприятной для роста акций, хотя Федеральная резервная система запланировала больше повышений процентной ставки в следующем году, чем рынок сможет справиться. В среду ФРС повысила ставку на четверть процента. Ожидается, что в следующем году произойдут еще три подобных увеличения. Акции Under Armour подскочили на 9,4% после того, как производитель спортивной одежды объявила заключение официального партнерства с национальной сборной Канады до 2024 года. Однако стоит отметить, что компания потеряла почти половину своей рыночной стоимости с начала года. Акции технологических компаний также показали значительный рост. Однако одним заметным исключением стала корпорация Oracle, чьи акции упали на 3,8%. Вечером в четверг производитель программного обеспечения опубликовал пессимистичный прогноз на второй квартал для своего облачного подразделения. Это был недельный обзор фондового и товарного рынков на канале Инстатв. Всего вам доброго и удачной торговли! До свидания!